Приветствуем вас из Ялты. У нас сегодня в гостях Федоренко Константин Альбертович, директор международного детского лагеря Артек. Я знаю, что у вас на этих выходных 8 февраля прошел интересный фестиваль ArtScience. Расскажите, пожалуйста, как прошел, какие результаты? Доброе утро. Мы стартовали. Этот год юбилейный, и это была первая смена 2020 года, юбилейный для Артека. Нам 95 лет. Каждая смена наполнена событиями, и на этой смене дети из 60 субъектов Российской Федерации и трех международных государств участвовали в том числе и в праздновании Дня науки. День науки для нашей страны был определен указом президента в 99-м году, и дата не случайная. В этом году это 296 лет со дня образования Российской Академии, наук, 186 лет со дня рождения великого химика Менделеева, День науки и традиционный фестиваль для международного детского центра Артек, это ArtScience. Мы готовились к нему полгода. Это был отбор детей в почти 40 субъектов Российской Федерации. Это дети, которые занимаются научной деятельностью, они уже погружены, и они со своими изобретениями, со своими идеями, творческим вдохновением приехали в Артек, чтобы показать всем другим, что такое наука. Конечно, это элемент популяризации. Конечно, это элемент, который несет в себе воспитательные аспекты, и который дает возможность одному ребенку заявить о себе, а массу других увлечь. Это все проходило на территории международного детского центра, физкультурно-оздоровительном комплексе. Мы подготовили площадки, это было 50 площадок на разные темы. Это было и химические элементы, и шоу Тесла, и законы физики. Все это было в таком событийном подходе и давало возможность ребенку прикоснуться и погрузиться в непосредственно участвовать в том или ином эксперименте. А какие самые яркие изобретения у детей на этом фестивале были? Вы знаете, они все. Они все яркие, они все яркие. Я практически все прошел, погрузился в каждое. Но что интересно, мы, взрослые, попытались отойти в сторону. И дети сами готовили так называемые островки науки. Они сами презентовали их. И даже экскурсоводы, которые водили отряды пяти лагерей Артека, они были артековцы непосредственно. Что можно отметить? Отметить можно то, что детям это интересно. Детям это интересно, и мы обязаны проводить такие события, которые позволяют и реализоваться, и погрузиться в науку, а значит увлечь, заинтересовать. И вполне возможно, часть из них приедет домой и постарается продолжить погружение в науку. Вот это вот интересно, как действительно дети заряжаются энергией, да, и начинают творить, делаясь какие-то изобретения с горящими глазами. С горящими глазами. Конечно, им это интересно. Конечно, когда еще идет и оценка, и оценка не взрослыми, а сверстниками. И когда они сверстникам, когда этот элемент обучения идет от ребенка к ребенку, он гораздо, как мне кажется, эффективнее и приносит больше пользы. Со скольки лет участники? У нас в этом году участники с 11 до 17 лет, и их 150 человек было отобрано непосредственно со своими идеями. Они здесь позиционировали то, что у них получается. Это здорово. 15 смен. 15 смен этого года. Они все будут насыщены событиями. Мы будем говорить и, в первую очередь, о 75-летии, о годе памяти и славы. И, конечно, 95 лет. 95 лет Артеку. Это целая-целая жизнь. Мы были в 1925 году организованы. В этом году 95. Огромная история и, конечно, традиции. Лагерь международный. Вот скажите, как у детей есть ли барьеры языковые? Как они взаимодействуют в рамках одной смены? Во-первых, подготовленные вожатые. Все наши вожатые говорящие. Говорящие на разных языках. И мы стараемся при проектировании смен уже понимать, на каких языках, с каких стран приедут дети. Могут ли они или не могут говорить по-русски. Для этого мы создаем условия ведения воспитательного и процесса обучения на том языке, на котором приехал ребенок. Но буквально несколько дней и все барьеры языковые проходят. Они настолько коммуникативны, что порой переводчики не нужны. Прошлый год у нас было 87 стран. Это почти 36 детей. 3000 детей. В этом году мы планируем количество стран и детей увеличить. Это необходимо для коммуникации. Необходимо для продвижения российского образования за рубежом. Потому что на площадке... Константин Альбертович, у нас все время подходит к концу. Вот я думаю, что очень важно, чтобы утро начиналось с прекрасной коммуникации, с улыбок. И мы всем желаем доброго утра, Ольга, Стефан.